Всем привет, с вами НРГОС 59, наконец-то и снова-снова, и наконец мы вместе. Наконец-то мы снова в старом составе, собственно говоря. Да, это Матвей, я прекрасная Ириска, мы прекрасная команда оранжевых мандаринок. И знаете, почему мы сегодня оранжевые? Потому что у нас сегодня есть маночки. Яркие красные-оранжевые. И не только, еще две синие. Ну, вообще-то синие и фиолетовые, но да не важно, да. Короче, это те самые номерные НРГОСы, про которые ходили столько разных... Слухов? Я просто слово забыл. Называются они Роден Макс. И их всего, я думаю, что их всего 14. Ну, я думаю, что да. Ну, не зря тут 14-ая банка. Кстати, кто играл в портал в мультиплеер, там же у них у одного был портал оранжевый и красный, а у другого были синие и фиолетовые. Так что отсылка ли это к порталу, мы не знаем. Ну, мы не видели другие цвета. Короче, да, там есть другие цвета, но в наш магазин, доча, напротив Триады, в Перми, кто из Перми, заходите обязательно купите. И да, спасибо, что они выкладывают все новиночки в своем инстаграме. Да, так вот, сказали, значит, что если они хорошо продадутся, хорошо всем понравятся, залетят. А я надеюсь, ребят, они благодаря вам именно и залетят. Ну, кстати, сегодня там уже половины холодильника не было. Может, мне половину закупили. Короче, у нас сегодня 4 баночки. Попробуем мы из них давать 3. Одну отложим на шорс. И давай отложим ту, у которой черный верх. Ой, я локтем ударился прям пружинкой. Давай отложим ту, у которой черный верх. Потому что она у вас одна такая странная, да. Давай, я не знаю почему. Кто пил другие Rotten Max циферные, номерные, расскажите, была ли у вас черная верхушка или нет. Сегодня у нас, я про них, кстати, не знаю ничего абсолютно. Что ты сказал про них в продавец? Что это за анаргосы такие? Продавец мне ничего про них не сказал, потому что я, собственно, и не спрашивала. Но здесь написано, что натрий есть, тауринг, аланин, как обычно. Круто. АКГ, что интересно, и экстракт лимонника с калием. Вот это интересный набор, кстати. Все-таки вкус-то какой у него? У фиолетового был вкус grape, то есть это виноград. У этих вкус, давай начнем с меньшего, закончим больше. Давай. 6. Это малина, raspberry. 12. Это у нас... Банально апельсин. Апельсин, orange. Думаю, самый подходящий нам сегодня по цвету, это orange. Ну да, он прям с тобой сливается. 14-й это blackberry, красивый, синенький такой. Черника. Нет, подожди, blackberry. Blackberry это... Вот не знаю, что blueberry это черника, а blackberry это какая-то другая ягода. Будем думать, что это смородина. Короче, да, 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 черная смородина. Вот. Ну что, готова ли ты попробовать этих шикарные, наверное, спортивные, бессахарные, что самое главное. Главное ли это, красит ли это их, я думаю, не особо. Скорее всего, они действительно спортивные. А, кстати, тут написано черника. Черника все-таки. Так черника это blueberry. Кто составлял? Ребят, ставьте меня переводчиком, поставьте я вам столько, наперевожу. Я вот такие вкусы напридумываю вообще. Офигеть просто. Да, вспоминаем энергос с камнем. Энергос, да, кто не смотрел, ссылка над моей головой, подходите, смотрите энергос сайт нейросетей, это тема. Я думаю, что это действительно спортивные, потому что тут половина периодической системы в составе. Не зря они такие спортивные, потому что и натрий, и калий, и АКГ, чтобы это не значило. Но знаете, что еще есть синее и спортивное? Что же? Про эндфлай. Да, как многие знают, у эндфлай было три вкуса, стало еще три. Мы про это говорим уже во втором большом видео. Кто их еще не пробовал, уже скоро должны озон возить во все регионы, пока только там Москва и ближайшие. Скоро морозы пройдут, скоро они будут возить. Сами мы заказали. Надеемся, да, потому что мой шопер просто тухнет и ганит без энергосов. В общем, покупайте эндфлай, пейте эндфлай, оценивайте эндфлай, пишите в телегу ваши отзывы, они все читают, поэтому обратная связь это тоже очень важно. Иногда и мы читаем. Иногда и мы читаем. Ну, интересно же. А теперь смотрим небольшой ролик и переходим к обзору. Давай все-таки крутую нашу кружку ставим на синюю. Да, потому что она выделяется, правильно? Да. Давай начнем с самого маленького числа, цифры. Кто знает разницу между цифрой и числом, который ты уже в школе проходил в шестом классе, пишите в комментарии. Мы-то пока еще в пятом, мы не знаем. Так вот, цифра шесть у нас на барабанях. Кстати, тут шесть, а вот тут-то восемь у него внизу. На всех восемь. Потому что восемь активных компонентов. На всех восемь, да. Неинтересно. Так, открываем. Первый открою я или ты? Давай ты, я открою оранжевый, как сегодня полная мандаринка. Что, он так нормальный, кстати? О, он прозрачный. Такие вечеринки. Короче, по-моему, они украли идею у Бэнго делать спортивные эндрогоссы без сахара и что-то прозрачное. Так, подожди, вайкапы? Вайкапы вроде цветные все, нет? Нет. А Гриндвейн? Ну так, это новогодняя серия, это другая. По-моему, вайкапы были непрозрачные. По-моему, они были. Непрозрачные и цветные, это разные вещи. Хорошо, непрозрачными они привыкли их делать, как Бэнг. Он реально цвета один в один как Бэнг, вот честно. Помню, любой Бэнг, он был прям такой желтоватенький. Давай, расти у нас по ягодам больше, ты пробуй. Оно пахнет, как аскорбинка малиновая. А по вкусу это шипучая таблетка малиновая. Вот эта вот, которая витамин С, но с малиной. Мне прям нравится. Это вкусно, прикольно. Это шипучка. Да. В конце у него есть такая же проблема, как у Бэнга. Сахзам сушит. Сахзам, прям вот в конце ты его чувствуешь, что он так въедается вот у тебя во все вкусовые рецепторы, и ты чувствуешь этот неприятный сахзам. Но. Но это ты чувствуешь, потому что я привыкла есть эти витаминки в сухом виде. Кто со мной, ставьте лайк. Ужасно. Ну, мне нормально. В принципе, вот первые три четверти глотка, это очень вкусно. Прям неожиданно вкусно. Сколько он стоил? Сто рублей? С чем-то, да? Сто тридцать. Сто тридцать. Ну, по скидке там, по карте, по клубной. Ну, около сотки. Сотка вышел, да, примерно. Он, знаешь, похож на что? Он похож на красный драйв новый. Отвечаю, похож. Да-да-да, я пью часто новый красный драйв, потому что мне он очень нравится. Я хожу с работы через дорогу в пятерочку и покупаю его. Он похож, но драйв более противный. Хотя, он очень вкусный. Это прям его версия на максималках. Он тоже там тот драйв с сахзамом. Блин, мне нравится. Сейчас я его так полностью выпью. Давай, пока его уберем. Ну, это реально прям шипучка-шипучка. И мой мозг, любитель шипучки, прям ликует. Вышел тут недавно флэш с малиной. Он нас немножко разочаровал. Это в сравнении с флэшем вышло, во-первых, он к нам вышел еще в том году, по-моему, находили его. Это реально похоже на торнадо малину чем-то, но более сладко. На его сахарную версию. Ну, блин, тут понимаешь, тут нет травы, нету этого привкуса каркаде. Ну, подожди, торнадо малине не было травяного привкуса. Ты не путай с флэшем. Ну, мне торнадо малине просто особо не нравилось. Это намного вкуснее. Это прям вкуснее, вкуснее, вкуснее. Всем рекомендую, любителям ягод особенно, любителям красного драйва тоже. Второе наркоз на сегодня, это 12 номер. Рыжий оранж. Рыжий, рыжий, конопатый. Дедушку убил лопатой. Это похуже пшикнул, если честно. Берем второй наш стакан. Э, о чем они в обусе? Во. Это просто у меня проблемы с открыванием. Другое дело. О, он не прозрачный. Ну, точнее, он не бесцветный. Вот так вот. Так что, возможно, это просто малина была такая. А что ожидать от черники, которая по факту черная пародина называется? Я думаю, он будет как этот. Как наша пародия на ГОСТ? Шторм. Шторм. Помнишь, синий был? Он такой черный прям был. Да, он был синий. Он даже и не прозрачный, как будто с соком. Это пробую первые я. Давай. Конечно, нужно по-хорошему пить водичку, чтобы вкус перебивать. Но мы сейчас его, мне кажется, тоже выдадим полстакана. Так, конечно. И вкус у нас уже будет адекватный. Короче, неважно, пробуем. Кстати, здесь написано 100% экофрендли. Он как будто, знаешь с чем? Как будто с куркумой. С какого-то, я не знаю, как это описать. У него привкус апельсиновый сок, а с привкусом рынка. Вот когда ты идешь... Да, я поняла, в чем ты был. Или, как это описать? Вот ты заходишь на рынок, где там всякие гости из Средней Азии продают специи. Ты вот там идешь, там всякие там куркума, сванская соль, вот эти вот там, не знаю, азиатские приправы. И вот этот запах чувствуешь? Непонятный, приправный. Возможно, даже как в индийском магазине тоже похожий запах. И вот это в нем во вкусе. Как это еще описать? Про вкус я не знаю, но хочу отметить, что он менее газированный и более как будто... Ну, мне кажется, газики это такое. Вот здесь до сих пор газа дофига. Тут мы не видим, сколько газа, потому что он непрозрачный. А он и не чувствуется больше. Он как будто... Нет, чувствуется, чувствуется. Это как будто разбавленный сок апельсиновый с добавлением туда томатного как будто сока. Короче, какие-то там специи есть непонятные. Вот типа куркумы, этих всех пахучих спе... О, пахучие, точно, пахучие специи. Ну, я остаюсь при своем мнении, что тут три четверти апельсинового сока, четверть помидорного сока и воды добавили. На сок он томатный не похож. Я пил томатное пиво, мне не понравилось. Просто, к слову, рандомный факт про меня. Но это я пить не буду, извините. Мне это понравилось намного-намного меньше, чем... Он странный. И теперь достаем нашу любимую кружку-черепушку. Думаю, вы по ней скучали, потому что в Адозорах давно не было. Ряды анаргосов в нашей Горобке редеют. У нас осталось их не так много. У нас осталось два ряда из шести. Короче, либо мы надеемся на магазин доча, что они завезут остальные вкусы, либо нам придется обозревать флеш-оригинал. До чего мы докатимся? Три гляндах нет, да. Вообще не пшикнул, вообще не пшикнул, абсолютно. Снова не в могу себе. Эй, алло. И тут какое-то ощущение, что такая она продавливается в этом месте. Она... Вот две из четырех банок мне показались максимально картонными, то есть они продавливались вообще спокойно. Пахнет как-то... Дай паникуй. По-придурошному. Непонятно. Пахнет мылом. Мылом каким-то, да, пахнет. Он тоже прозрачный. Вот, мне кажется, у ягодных энергоз... Мне кажется, ирёв зелёный. Да, немножко ведь. Мне кажется, у ягодных энергозов есть такой прикол, как и у лаванды в своём роде. Если лаванду неправильно сделать... Почему он зелёный? Да дай-дай-дай-дай, говорю. Если лаванду неправильно сделать, она будет отдавать мылом. И энергозы ягодные тоже иногда очень сильно отдают мылом. Я не могу понять, нравится мне это или нет. У него очень сильный вкус, я бы сказал. Он прям очень сильно вкусом шарашит свои. Очень, блин, непонятно вот. Что это? Все вот эти вот шипучки, они вот именно такого вкуса. Просто как будто минералка с небольшим добавлением ароматизатора. С большим добавлением ароматизатора, я бы сказал. Нет, нет, он не так чувствуется сильно. Ну, почему-то, ну вот у меня этот вкус то ли черника, то ли ирга какая-то подпродухшая. Черная смородина. Нет, не черная смородина вообще. Это вот или черника, правда, или ирга. Что-то типа этого. И вкус раскрывается сзади почему-то в рту. Спереди вкуса вообще, как будто ты её чувствуешь. Не знаю, вот цвет классный, я не спорю. Короче, любителям нестандартных ягодных вкусов это может зайти. Любителям нормальных энергосов, типа вот этого вот, типа малинового вкусного, это не очень понравится. Ну, знаешь... Это тоже не понравится, потому что в нём сахзам... На первые два глотка это было вкусно. Ну, чисто для меня. Я любитель всех этих ягодных противных энергосов, кроме дараева красного. Но потом это стало настолько странно и лекарственно, что аж даже до противности... Да, чем больше пьёшь, тем он всё страньше и страньше, как говорится. Возможно, это тот самый эффект Бенга, когда на серединке сахзам преобладает над вкусом. Да, но за это Бенг мы любим. За его мерзопакостный сахзам, разумеется. Ну что, давай, вынесем вердикт, поставим их в порядке по возрастанию, убыванию вкусов. Думаю, вердикт будет общий. Единогласно. Этот лучший, из них трёх. Ну, этот где-то серединка, думаю. Вот если бы не его привкус пахучих специй, он был бы почти без изъяна. Просто обычный, типичный апельсин. Как вот Адрих есть у вас, оригинальный апельсиновый. И третий, ну... Этот, да, эксперимент не удался. Этому поставим четыре с большим минусом, давай. Давай. Ну так, короче. Этот прям, не знаю, отличник, твёрдая пятёрка. Кстати, заметь, они по вкусу у нас расположились по, собственно, возрастанию и убыванию. Подожди, то есть этот у нас с чёрной крышкой, восьмой. Он будет хороший. Раз у нас получилось, что 8, 12, 14, как они по номерам и идут. А представляешь, какой первый будет вкусный, если по такологике судить. Ещё раз, кто пил все эти циферные энергосы, напишите в комментариях. От одного до 14 ваш. Да, ваш топ расставьте. Вот, я знаю, Энергоконсилиум пил их почти все. И ссылочку мы тоже на них оставим, потому что наши коллеги, надо, как бы, коллег в массы двигать. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам видео и вообще, как вам, если вы пробовали эти энергосы. Естественно, подписывайтесь на канал. Возможно, я это сказала, возможно, нет. Ставьте колокольчик, подписывайтесь на телеграм-канал. У нас там много всяких инсайдиков. Инсайдиков, да. Да. Ну и всем пока. Короче, смертельный номер после оставив видео. Я хочу их просто перемешать. Что ж получилось? Сколько это? Получается среднее между 12 и 14. 13 получается. Я, Катя, получилось, если честно. Субтитры сделал DimaTorzok